Контрольная явка в военкомат – один из самых волнительных моментов для каждого призывника. Где и в каких войсках будут служить, уже знают более тысячи новобранцев из Самарской области. Предлагаю призвать на военную службу и предназначить части ВДВ. Понятное решение? Понятное решение. Этого дня Виталий Сидиков ждал несколько лет. В воздушно-десантных войсках он мечтал служить с детства. Все это время усердно готовился, занимался спортом. Теперь точно знает, на кого равняться и кем хочет стать в будущем. Начнет с десантуры. Это элита наших войск, потому что много побед принесли России. Хочу быть похожим на них. Я потом хочу просто пойти в полицию. Будет проще поступить. Пойду с сержантом сначала, поступлю на заочную юридический факультет. Желающих отслужить, отмечают в военкомате, в Самарской области все больше, а число уклонистов, наоборот, сокращается. В военкомат не пришли пока 152 человека. Их розыском и выяснением причин неявки занимаются военные и полицейские. У них есть именные списки, составленные с военного комиссариата района, и они, эти товарищи, оповещают и вызывают на седание комиссии. Особое внимание уделяют здоровью призывников. Оно, по словам докторов, оставляет желать лучшего. Среди наиболее частых заболеваний – плоскостопие, астма и плохое зрение. Специалисты говорят, следить за собой нужно с детства. Если молодой человек готовится, будем так говорить в кавычках, по всем критериям, то есть следит за своим здоровьем, посещает занятия физкультурой, сам следит за своим здоровьем, меньше работает за компьютером, то, конечно, у него и зрение будет один, и нарушения осанки не будет. Работу призывной комиссии промышленного района проконтролировал главный федеральный инспектор по Самарской области. Сергей Чабан отметил, среди призывников все больше молодых людей с высшим образованием, по сути, каждый третий. Новшества этой кампании – строевой смотр срочников будут снимать на видео, а форму солдатам выдадут сразу. Осенняя призывная кампания началась 1 октября и продлится до 31 декабря. Срок службы в российской армии по-прежнему один год.